В этом видео я решил ответить на один очень важный и часто задаваемый мне во время консультаций вопрос. А именно, почему болят суставы? Многие считают, что питаются пищей исключительно здоровой, наладили себе правильный режим и рацион питания, ведут здоровый образ жизни, лишенный вредных привычек, но боль в суставах все же возникает. Я вас прекрасно понимаю. Причин для развития болей в суставах много, заболеваний разных, которые сопровождаются болью в суставах много, но есть одно наиболее распространенное под названием артроз. Артроз или дистрофический процесс суставов. Именно, когда нарушено правильное питание ваших суставов или вашего сустава. Если такое нарушение присутствует длительное время, человек попадает в первую стадию артроза. Перемещаясь через вторую и третью, если вовремя не налажено правильное питание, третья стадия все еще обратима. Наладив правильное питание, можно вернуть суставы в здоровое состояние. Если же вы не успели наладить своим суставам правильное питание, вы попадаете в четвертую стадию под названием анкилоз сустава. Полость сустава практически отсутствует, движения невозможны. Единственная возможность вернуть функцию конечности – замена сустава. Пересадка сустава и ваш организм вновь способен использовать эту конечность по прямому назначению. Раз процесс артроз – это дистрофический процесс, значит понятно, в интернете поиск диеты для суставов. Но диета для суставов в принципе одна, универсальная на всех, она отсутствует. Причин для развития артроза их много. И их нужно все учитывать, для того, чтобы составить индивидуальную диету для ваших суставов. Но, просмотрев это видео до конца, я подскажу вам, как в домашних условиях, самостоятельно, даже не имея медицинского образования, составить для себя правильную индивидуальную диету для ваших суставов. Также вы узнаете, что такое диетическая вода. Почему вам нужно прекратить пить техническую воду, которая чаще всего суставам и вашему организму в целом вредит. И лучше перейти на диетическую воду. Ну и какие коррективы, возможно, нужно внести в ваш образ жизни, чтобы он стал более здоровым по отношению к вашим суставам. Потому как боль в суставах ограничивает двигательную способность, а это нарушает работу сердечно-сосудистой системы и всего организма вместе взятого. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю, что достаточно много интересной и полезной для вас информации вы сегодня узнаете. Самостоятельно составить программу правильного питания для суставов сложно, но возможно. Для этого нужно учитывать ваш индивидуальный уровень здоровья и в соответствии с имеющимися заболеваниями вносить специфические коррективы, как в режим питания, так и в рацион питания, в ваш образ жизни. В этом видео я расскажу основные ключевые моменты, которые вы должны учитывать в составлении такой системы питания. Но! По умолчанию для всех. Пища должна быть максимально здоровой. Чем меньше различных химических веществ неестественного происхождения будут поступать с пищей в ваш организм, тем меньше работать печени, почкам, как основным фильтром, очистителем крови. Проще будет печени наладить правильное питание ваших суставов. И в данном случае вопрос, почему возникает боль в суставах, у вас постепенно отойдет на второй план. Он не будет для вас иметь значение, потому как боль в суставах почему-то сама по себе куда-то исчезла. Суставы просто получили правильное питание. Также очень важный момент. После того, как вы выбрали пищу. Она здоровая, да, она правильная. Она должна быть вкусная, ароматная, прекрасно выглядеть. Эти факторы влияют на переваривание пищи и усвоение в вашем организме тех полезных веществ, которые в ней находятся. Тогда и суставы, и ваш организм переходят на более правильное питание. Следующий момент. Когда пища попадает в полость рта, ее нужно правильно пережевывать. Вот такие видео есть на моем канале. Не буду сейчас отвлекать ваше внимание на как правильно пережевывать пищу растительного животного происхождения. Такие видео есть. Посмотрите. Это несложно сделать. Но, вот что делать после того, как вы пищу уже переживали и собираетесь ее проглотить? Вот какие особенности дальше в организме могут влиять на этот процесс? Вы узнаете прямо сейчас. После того, как вы здоровую, правильно приготовленную пищу переживали в зависимости от ее состава и собираетесь проглотить? В борьбу с артрозом, либо за профилактику артроза включается ваш желудок. Не следует обращать внимание на то, что у многих выявлен гастрит, гастрододенит, либо вы подозреваете о их наличии. Не они имеют в данном случае смысловое значение. А только секреция желудочного сока. Если она сохранена, либо даже повышена, артроз вам пока не угрожает. Да, желудку это вредит. Могут образовываться даже язвы. Вы периодически переходите на стол по певзнеру номер один. Но! Явление артроза вам пока не угрожает. Пока секреция не снизится. В этом случае снижается способность в желудке переваривать белковую пищу и дезинфицировать любую пищу. И в этом случае угроза развития артроза появляется. И основная диета в данном случае для ваших суставов это стол номер два. Кстати он подходит и тем у кого есть хронический панкреатит. Чаще всего он со сниженной секрецией. В этом случае вы убиваете сразу двух зайцев. И желудку и поджелудочные помогаете. Стол номер два вам в этом случае помогает. Но! Это не единственный момент, который может регламентировать ваше питание. И что еще вам нужно учитывать? Вы узнаете прямо сейчас. Пройдя этап переварения в желудке, пища перемещается в двенадцатиперстную тишку. И попадает под прицел ферментов поджелудочной железы и желчи. Если когда-либо ранее у вас был диагностирован хронический холецистит, дискинезия желчного пузыря. Были какие-то анатомические особенности строения желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков. То к возрасту 50 плюс, когда явления артроза проявляются. Они могли трансформироваться в желчекаменную болезнь. Либо калькулезный холецистит. Которые регистрируются в этом возрасте примерно у третьей населения. В четыре раза чаще у женщин, чем у мужчин. Что дает застой желчи? Вернее, что он у вас отнимает? Желчью переносится в организм как жирорастворимые витамины А, Е, Д, так и кальций. Все они нужны как для нормального питания суставов, так и костной ткани. И вместе с артрозом у вас может проявиться еще и остеопороз. Как правило, они идут рядышком, потому как причина находится вместе. И для того, чтобы заниматься профилактикой, либо лечением артроза, в данном случае у вас появляется стол 2 дробь 5, как минимум. Или 1 дробь 5, если у вас секреция желудочного сока сохранена. Но! Это не единственная комбинация диет, которая в данном случае вам нужна. И какую еще комбинацию, скорее всего, вам нужно использовать? Вы узнаете прямо сейчас. Со стороны кишечника при артрозе часто регистрируются хронический энтерит, энтероколит и сопутствующий им дисбактериоз кишечника. Который многими не признается как диагноз. Вместе с тем, если микрофлора в кишечнике изменена соотношение условно-патогенной и патогенной, то как-то это нужно называть. И не следует использовать в данном случае как основной стол номер 4 по певдеру. Потому как он имеет в данном случае лишь корректирующее значение. А основное состояние пищеварительной системы. А именно переваривание пищи в полосе рта, в просвете желудка и в начальных отделах тонкого кишечника. Если там пища не переварилась, то перемещаясь по кишечнику, в котором находятся разные виды микроорганизмов, они имеют право использовать эту пищу по своему усмотрению. Дополнительно уменьшая количество пищи, которая может сосаться в кровь. И насыщая кровь токсинами. И в данном случае вот такая комбинация, уникальная комбинация продуктов переваривания пищи, которая в данном случае присутствует, попадает на ревизию к печени. Хорошо, если печень еще здорова. Хуже, если в ней есть явление жирового гепатоза, стеатогепатита, которые показывают ослабление возможности печени правильно перерабатывать то, что всосалось из кишечника, а именно продукты переваривания пищи и продукты жизнедеятельности микрофлоры, которые в кишечнике всегда присутствуют. От состояния печени зависит, как она к этому отнесется, и какая кровь будет после вашей печени. И вот здесь, конечно же, системой питания эту ситуацию можно каким-то образом решать, но значительно проще это делать различными препаратами, в том числе и растительного происхождения. От многочисленных более 500 метаболических функций печени зависит правильное насыщение крови нужными вам полезными веществами. Но! В данном случае на этом этапе не заканчивается правильное питание для ваших суставов. И какую еще диету нужно учитывать в этой ситуации? В возрасте 50+, когда артрозы чаще всего и развиваются? Вы узнаете прямо сейчас! Принятая вами исходно вкусная и здоровая пища, пройдя непростой процесс превращения в желудочно-кишечном тракте, на который свое влияние могут оказать ранее перечисленные мною заболевания, попадает в кровь и на ревизию к печени, которая при хорошем состоянии токсичные вещества должна сбросить в составе желчи в кишечник, а нужные вашему организму и особенно вашим суставам пропускают дальше в кровь. Но! Ключевое слово! Исходно хорошее состояние! Если уже у вас есть артроз, то, как правило, и состояние печени не самое лучшее. Там есть жировой гепатоз, стеатогепатит, явление гепатита, иные изменения в состоянии печени, которые мешают ей полноценно участвовать в обмене веществ. И если нарушен обмен углеводов, у вас дополнительная диета стол номер 9, используемая при сахарном диабете. Если нарушен обмен белков, у вас появляется еще одна диета, диета номер 6, используемая при подагре. Если нарушен обмен жиров, появляется стол номер 10, который используется при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Представляете, сколько сложностей, в принципе, нужно учесть, чтобы составить правильную диету. И самое простое решение, если у вас жизнь была как праздник, вы из одного застолья плавно перемещались в другое, обилием пищи способствовали развитию ожирения, которое за счет избыточного давления на ваши суставы вызвало явление артроза. И самое простое решение в данном случае, применяйте стол номер 8. Восьмая диета помогает вам быстро сбросить лишний вес, и ваши суставы вздохнут с облегчением, и будут работать исправно, как и ранее. Я сознательно опустил одну диету, о которой расскажу прямо сейчас, потому как с ней связан еще один компонент правильного питания в данном случае, а именно диетическая вода для ваших суставов. В каждом конкретном случае вам нужна разная вода, для того, чтобы правильно происходил и процесс пищеварения, и доставки продуктов пищеварения к вашим суставам. И какие виды диетических вод вам лучше использовать, вы узнаете прямо сейчас. Правильный выбор воды, я бы сказал диетической воды, находится в зависимости от вашего уровня здоровья, который определяется теми заболеваниями, которые я описал ранее, влияющими на питание как костной, так и хрящевой ткани. Если среди нарушений преобладает поражение желудка, гастрит с повышенной секрецией желудочного сока, ваш выбор на короткое время, это щелочная вода. Если же гастрит с нормальной, либо со сниженной секрецией, вы выбираете между нейтральной и кислой водой. Если в системе питания костной ткани преобладает нарушение работы поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, то их более интенсивная работа, более правильная работа, связанная с употреблением щелочной воды. Печень лучше вырабатывает в этом случае желчь, а желчь лучше дезинфицирует пищу и лучше активирует ферменты поджелудочной железы. Пищеварение в данном случае на этом этапе восстанавливается. Сложнее определиться с дисбактериозом кишечника, на фоне которого развивается энтероколит. Четвертая диета, в данном случае может использоваться любая вода, но с учетом того, что первично, что пострадало больше, желудок, поджелудочная, печень, желчный пузырь, вот здесь нужно искать и использовать ту воду, которая в лучшей степени улучшит функции наиболее слабого звена в этой системе. Для работы сердечно-сосудистой системы очень важна щелочная вода. В этом случае кровь не обладает высокой вязкостью и сердце обеспечивает циркуляцию крови под низким давлением, под более низким давлением и при относительно невысокой частоте. Но! Ввести щелочную воду в кровеносную систему может только доктор. Это капельница нужна. Ввести щелочную воду перорально в кровеносную систему достаточно проблематично. особенно если сохранена кислотность желудочного сока. И пока она присутствует, щелочная вода в кровь не попадет. Кровь более щелочной не станет. И тут есть определенная сложность. Но! Десятый стол правильное питание, правильное отношение к еде, воде, в системе питания обеспечивает более низкую вязкость крови и лучшую работу сердечно-сосудистой системы. Точно так же очень неопределенная ситуация с почками. Для работы почек нужна вода. Но! Если моча идет кислая, вырабатываются в почках, могут откладываться одни соли и образовываются камни одного состава. Если моча идет щелочная, эти камни растворяются, на 100 вырастают новые. И здесь игра с pH мочи, играя разными видами воды. Поиграться, конечно, можно, но! Лучше все-таки определить, какое нарушение в обмене веществ присутствует, какие компоненты пищи хуже перевариваются и перегружают ваши почки. Так, на мой взгляд, более правильно поступить. В данной ситуации. И играться с водой можно, но вода должна быть опять-таки в системе питания. На индивидуально подобранной диете. А чтобы эта диета имела значение для ваших суставов, нужно немножко скорректировать образ жизни. И как это сделать правильно? Вы узнаете прямо сейчас! Если у вас создалось впечатление, что артроз очень сложное заболевание и он неизлечим, то это только на первый взгляд. Просто я вам дал максимальный объем информации, оперируя которым вы можете определить основные причины, по которым развился у вас артроз и применить соответствующие специфические целенаправленные действия. С точки зрения движений то артроз очень любит статические позы. Поэтому если вы, ожидая транспорт, стоите на двух ногах, у вас в составах нижних конечностей может легко развиваться артроз. Если вы на работе постоянно сидите и у вас поясница перегружена, у вас будет развиваться артроз. Если вы длительное время работаете за компьютером, у вас напряжена рука из-за того, что вы мышкой совершать должны быстрые движения, у вас будет развиваться артроз. Какие суставы находятся под постоянным давлением при давлении, биомеханика такая, что при давлении, при сдавлении хрящей сустава не идет туда питание. Соответственно нагрузка есть, а питания нет. Пошел дистрофический процесс под названием артроз. Если же нагрузка переменна, то нагрузили, то разгрузили. Иными словами, вы не просто стоите в ожидании транспорта, вы топчетесь на месте, либо ходите. В этом случае переменная нагрузка на ваши суставы обеспечивает им полноценное питание. Но нагрузка не должна быть чрезмерно продолжительной. Многие пытаются выйти из артроза, уходя на достаточно продолжительные прогулки. Питание в конце концов заканчивается, кровь к суставу идет пустая, и там развивается артроз. Поэтому, если вы хотите выйти из артроза, то нагрузки должны быть точечные, должны быть кратковременные. 5-10 минут нагрузка, опять-таки, в зависимости от стадии артроза. Если у вас третья стадия артроза, то возможно даже через несколько минут после начала движения у вас возникнут проблемы с суставами. Поэтому продолжительность нагрузки и отдыха она регламентируется вами лично. Но! Очень важно в лечении артроза систематичность. Артроз не лечится вот так. Щелчок! Сегодня правильно поел, правильно позавтракал, правильно пообедал, выпил один раз нужную воду, сделал несколько правильных движений и теперь я здоров! Артроз возникает из-за систематического нарушения как минимум в системе пищеварения, как максимум работы печени, состояния сердечно-сосудистой системы и перегруженности на этом фоне определенных суставов, в которых легко и просто в этом случае развивается артроз. Если вы делаете те же действия с точностью до наоборот, иными словами, обеспечили себе правильное питание, применяйте правильный режим труда и отдыха, где работа чередуется с отдыхом, в этом случае вы движетесь по состоянию своих суставов в обратном направлении. Если до этого вышли с первой стадии в четвертую, но лучше, если вы задержались в третьей, то при правильном отношении к своему организму и к своим суставам в частности, вы начинаете из третьей стадии возвращаться во вторую, потом, глядишь, и в первую попали. Отсюда повышается уровень двигательной активности и изменяется качество вашей жизни. Ну а боль в суставах она исчезает сама по себе. И вопрос почему болят суставы, если он у вас опять возникнет, вы уже правильный ответ, что вам делать в этом случае знаете. Потому что не просто почему болят суставы, вопрос нужно задать по-другому, почему болят голодные суставы, именно голодные суставы болят, а сытые работают на вас. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому из друзей отправить ссылочку на это видео, чтобы люди тоже не попали в артроз и в случае, если они не достигли артроза четвертой стадии, у них есть варианты выхода, возврата суставов в нормальное состояние и привычного вам ранее образа жизни. До новых встреч на моих каналах. Не забудьте поставить лайк на это видео, поставить его в избранное или подписаться на мой канал. До новых встреч на моих каналах. Субтитры создавал DimaTorzok